Вот занимаюсь я плиту, корзинки, ложки делаю всякие разные. В посёлке Антона Кучерявого все знают, как дядю Антона, мастера на все руки. Инвалидом стал 18 лет назад, скрутила болезнь. В результате остался без ног. Забытое ремесло, переданное отцом, спасает ему жизнь сегодня. Зимой на улицу Антон Кучерявый практически не выходит, занимается делом. Днями напролёт создаёт нужные в быту предметы. Ложки, лопатки, разделочные доски из ивого прута плетёт корзины. Вот и такие, и круглые. В общем, кому что нравится. И вот такие, видите, вот это для дрова, вот эта корзиночка. Ну, заказали, попросили, короче, сами. Дрова-то носят, удобно. Ну, нету ног, нету, ну, плохо. Ну, что там, говорит, плохо. А цель есть? Нет, я всё-таки буду заниматься, как говорится. Так, чтобы всем хорошо было. Так оно, во-первых, и получается. Ну, и, как говорится, для семьи всё-таки. Что там пенсия, Господи? Для ребятишек местного детского сада мастер сделал не одну сотню резных счётных палочек. Сегодня делают ложки любви. В скандинавских странах их дарят даме сердце перед свадьбой. В книге нашёл интересные эскизы. К тому же день всех влюблённых не за горами. Вот эти ложки называются «Ложки любви». Симпатичные, красивые ложечки. Сейчас покажем. Работал я, нашёл их в книге. Сейчас покажу вам книгу. Вот они. Готовые изделия у Антона Кучерявого в квартире повсюду. Говорит, теплее станет и можно выходить на рынок. Жители посёлка мастером восхищаются. Практически каждый знает его в лицо. Бывает, что он подъезжает в киоску, ставит машину, привозит корзинки, ложки. Ну, всё по дереву. Досточки. Люди, конечно, покупают. Иной раз бы многое что нравится. И берут. О работах мастера стало известно по всей России. Помогли знакомые. В соцсетях выложили информацию о экологически чистых и полезных бытовещицах, которые смастерил дядя Антон. Заказы стали поступать практически ежедневно. Звонят вообще со всей России, просят. То есть уже пост в социальных сетях настолько разошёлся, что люди вообще отовсюду звонят. Даже как-то неожиданно было слышать звонки из Москвы, например, из Московской области, с Якутии, с Дальнего Востока. То есть вообще отовсюду люди просили. Просто требовали, чтобы мы им отправили корзины. Готовые изделия отправляют по почте. Авторские корзины уже разъехались по ближайшим городам – Саиногорску и Абакану. Стали поступать заказы из торговых точек Красноярска. В январе отправили большую партию сразу на несколько магазинов. Сейчас идут переговоры с лавкой мастеров из Новосибирска. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.